В России часто принято думать, что выиграть выборы невозможно, что победить кандидата от партии нереально. И еще в России не принято интересоваться выборами ниже уровня Госдумы, например. Между тем, именно на локальном уровне возможна реальная конкуренция и реальная победа. В России 20 тысяч муниципальных образований и каждый год проходит примерно 4 тысячи выборов. И почти на каждых из них избраться относительно несложно. Там не нужно собирать тысячи подписей, чтобы стать кандидатом. Здесь относительно низкая явка и часто для победы достаточно 50 или 100 голосов. Вы можете привезти на участок своих друзей, родственников, соседей и стать депутатом в своем городе или селе. К сожалению, информации о том, как избраться, что делать, в каком месте лучше баллотироваться, найти практически невозможно, несмотря на то, что он находится в открытом доступе. Давайте, например, попробуем найти эту информацию на сайте ЦИК. Предположим, нас интересует, какая явка была на последних выборах в городе Мантурово Костромской области. Сколько минимум голосов нужно было набрать, чтобы стать депутатом. Защичем, сколько времени нам на это потребуется. Вот календарь и архив информации о выборах на сайте избирком.ру. Нажимаем «Показать фильтры». Видим очень-очень много выпадающих окон, которые пугают. Мы не знаем, когда были выборы в Мантурово. Мы знаем только, что мы хотим найти Мантурово в Костромской области. К сожалению, здесь нет поля, куда можно ввести слово «Мантурово». Поэтому ищем просто по Костромской области. Так, выбрали Костромскую область. Дальше нужно указать период, за какой искать, потому что по умолчанию он это делает только за этот год, и то только с июля. Ну, мы не знаем, когда были выборы. Выберем с 2016 года, чтобы точно не пропустить. Тут много других полей, не хочется в них вникать. Давайте просто поищем выборы. Нажимаем «Поиск». Ага, вот, Мантурово. Дополнительные выборы и дополнительные выборы. Так, а где основные? Видите, сколько здесь выборов. Нельзя никак детализировать, что вот мы хотим именно Мантурово смотреть, да? Окей, давайте в поиски введем Мантурово. 21 поиск. Не то, не то, не то. Это все досрочные. Вот, кажется, да. Досрочные выборы. А, досрочные выборы главы. Нет, не то. Досрочные выборы депутатов. Вот они, мы их нашли. Переходим на них. Вводим капчу. Капча. Слева у нас есть меню, и здесь есть результаты в выборах, да, на предварительных итогах. Кажется, что сейчас мы здесь увидим результаты. Нажимаем. Нет результатов. Рассмотр результатов. Мне перейти в ниже стоящей избирательной комиссии. Видимо, сюда. Нажимаем. Вот они, результаты, но только по одной окружной избирательной комиссии. То есть, нужно нажимать на все, и у них даже нет никаких номеров. То есть, они просто... Окружная избирательная комиссия. То есть, какой-то заходил, непонятно. Окей, мы же хотели узнать явку. Давайте же это сделаем. Где же здесь поле явка? Кто-нибудь видит здесь поле явка? Я не вижу. На самом деле, чтобы это сделать, нужно разделить число действительных избирательных бюллетеней на число избирателей, внесенных в список избирателей, кажется. То есть, проделав эту процедуру, мы смогли узнать явку только по одной окружной избирательной комиссии. Теперь нам нужно пройти по всем этим страничкам, суммировать эту информацию и разделить. Итак, мы остановились на 2 минутах и 20 секундах. Но это только, по сути, первая часть. То есть, нам нужно еще, я думаю, минут 10-15 просто, чтобы узнать явку. Теперь пробуем узнать, сколько надо было набрать голосов, меньше всего, чтобы стать депутатом. Ну, вообще, кто стал депутатами в целом, да? Как это узнать? У нас здесь есть фамилии, у них есть голоса, но, видимо, эта информация нам здесь не поможет, потому что мы не знаем, кто избрался, а кто нет. Давайте попробуем перейти в другой раздел. Сведения о выборах нет. Тартные отчеты. Да. Сведения о кандидатах. Заходим сюда. Да, классно. Вот здесь мы видим список кандидатов по одной окружной избирательной комиссии. От какой они партии. И, наконец, вот заветное избр. Да, то есть, вот от каждого округа, видимо, избралось три человека. Избр, избр, избр. К сожалению, скачать одним списком или увидеть в одном списке всех кандидатов или всех депутатов невозможно. Здесь нет такой опции. То есть, нам нужно проходить по всем этим страницам, потом сопоставлять, сколько голосов набрал каждый из этих людей. То есть, возвращаться на страницу «Результаты выборов», смотреть, сколько голосов набрал этот человек. Потом все это собрать в отдельную таблицу. И тогда мы сможем узнать, кто набрал меньше всего голосов. То есть, сколько голосов нужно было набрать, чтобы стать депутатом. Естественно, делать этого мы не будем. Потому что это будет слишком долго. И так, как вы видите на сайте Центральной избирательной комиссии, найти нужную информацию сложно. А увидеть цельную картину и сделать по ней какие-то выводы вообще невозможно. Мы решили исправить эту ситуацию. Мы взяли ту же самую информацию, но сделали ее более наглядной и доступной для всех. И без капчи. Теперь перейдем на наш сайт. Засекаем время. Находим Костромскую область. Вот оно, Мантурово. Минимальное количество голосов для победы — 151. Но мы хотели узнать явку. Нажимаем на явку. Явка 25%. Как видите, здесь все гораздо быстрее и проще. Если мы, например, не знали бы, где находится Мантурово, мы могли бы просто ввести в строке поиска Мантурово и сразу же перейти на эту страницу. Здесь тоже в шапке было бы написано, сколько голосов не хватает, чтобы стать депутатом. Посмотрим, что еще есть на этой странице. Во-первых, мы сразу узнаем, что 62% депутатов от партии «Единая Россия». Вот распределение мандатов по партиям. Четыре от КПРФ. Один самодвиженец, один из ЛДПР. Можем посмотреть на всех этих людей, нажать на каждого, узнать, где они работают, кто они, есть ли у них судимость. Можем посмотреть на всех депутатов списком то, чего так не хватает сайту ЦИК, узнать, с какого округа они избирались, сколько им лет и, самое главное, сколько голосов им было достаточно для того, чтобы избраться. И вот мы здесь видим человека, которому хватило меньше всего голосов. Это представитель «Единой России» Александр Борисович Макаров, пенсионер. Также мы можем посмотреть результаты последних выборов, которые были в 2018 году. 3,2 кандидата претендовало на один мандат. Явка, как мы уже видели, составила 25%. Всего выдвигалось 58 человек. Посмотрим, из каких партий депутаты избрались. Больше половины кандидатов от «Единой России» избралось. Чего нельзя сказать о представителях других партий. В частности, от «Справедливой России» не избрался никто. От ЛДПР из 18 человек избрался только один кандидат. Вот три кандидата, которые набрали меньше всего голосов для победы. 151 голос, 186, 195. А вот три кандидата, которым немножко не хватило. Вот Петрова и Ольге Николаевне не хватило всего лишь два голоса, чтобы стать кандидатом. Директор ООО «Междуречье». Представитель КПРФ. Так же, как и Юрий Александрович Хвостов, ему не хватило всего 8 голосов. Дальше на сайте мы объясняем, что нужно, чтобы стать депутатом. Как проходят выборы, как они устроены, какие документы нужно готовить. И в конце вас ждет та же самая карта, где вы можете посмотреть соседние регионы или выбрать другой район. Итак, сайт «Выборы России» посвящен выборам и муниципальной политике в России. Он создан для тех, кто хочет стать муниципальным депутатом или интересуется этой темой. Кому еще может быть полезен этот сервис? Неравнодушным гражданам. Он поможет узнать, кто представляет ваши интересы на местном уровне. Как и когда они избрались, сколько им лет, кем они работают, какой партии они избрались, сколько голосов набрали, чтобы стать депутатами. Наконец, вы сможете спланировать, за кого голосовать на предстоящих выборах. Журналистам. Например, по завышенной явке можно найти регионы с потенциальными фальсификациями или увидеть какие-то другие аномалии. Активистам и наблюдателям. По карте можно понять, на каких регионах имеет смысл сосредоточиться и где наблюдение может реально изменить результат выборов. Председателям различных партий и тем, кто собирается выдвигаться как самовыдвиженец, он поможет оценить ситуацию в соседних регионах, понять, где избраться легче. Итак, политика теперь становится ближе, буквально на расстоянии нескольких кликов. Находите свой район, находите своих депутатов, ищите правду в данных, избирайтесь и становитесь муниципальными депутатами. Меняйте свой город, свой район, свое село, меняйтесь сами, помогайте менять жизнь к лучшему вокруг вас. Добро пожаловать на сайт «Выборы России». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!